Йоу братишки, на связи я Туркин Икс и сегодня мы поиграем на Аризона Сейнт Роуф. Многие из вас наверное слышали про этот сервер, который создал Деларензи. Я решил немножко таки хайпануть и поиграть немного на этом сервере. И возможно вдруг что-то случится, какого-то чуда и мои ролики начнут наконец-таки заходить по этому серверу. И понятно дело я продолжу снимать. Сегодня таки у меня нет какой-то крутой цели, просто я хочу съездить посмотреть Аризона Парк, который создали разработчики на трехлетие этого проекта. Как вы знаете, что, ну или не знаете, даже я не представляю. Короче, Аризония исполнилась три года, они сделали крутой парк развлечений, где мы сегодня и постараемся немножко развлечься. А вот и наш Аризонт Вент. Как мы видим, нас встречат огромнейшее количество разных фонарей, светящихся лент и аттракционов. И сейчас мы их всех будем вместе с вами опробовать. Чертовски много всякого, давайте начинать с самого простого. А просто сфотографируемся на воздушном шаре. У меня всего 30 секунд, чтобы сделать селфи, давайте же поселфимся. У меня есть квадрокоптер и примерно вот так вот мы сейчас полетаем. Посмотрим, какие виды отсюда открываются. Прикольно. Все, время мое кончилось, придется спускать этот квадрокоптер. Давайте посмотрим, что тут есть дальше. Очень много раз видел в чате, что выигрывают мотошлем. Давайте тоже попробуем его выиграть. Ух ты, а оказывается тут довольно-таки сложно выиграть. Нужно 5 тысяч заплатить и 7 раз подряд в течение 7 секунд дать ответ на вопрос умножения. Пока я к этому не готов, давайте сейчас посмотрим еще что-нибудь. А потому что, ну, тут нужен калькулятор и очень быстро им считать. Так, игра угадай крест. Так, тут попроще. Нужно просто 4 раза подряд угадать, в каком месте находится шарик. Ну, давайте-ка попробуем. Я не представляю, как это выглядит. Тут вы проиграли. Хм. Это, кстати, очень сложно 4 раза подряд. Ух ты, охренеть. Серьезно, это прям почти нереально. Билеты на лекцию я покупать не буду, потому что там будет просто парень объяснять всю историю этого сервера. Так, попробуйте-ка ударить, вдруг что и выпадет. Я, кстати, выиграл сейчас 138 баксов просто так. Просто ударив, можно было выиграть даже 500 баксов. Можно просто 5 минут стоять и фармить на этом деньги. Прикольно. Прикольно. А что из еды можно купить? Ой, ну тут все дорогое. Я пока что не готов к таким покупкам. Давайте попробуем все-таки поиграть в математика. Не знаю, чуваки, получится у меня или нет, но я очень рискую. А сколько у меня всего, кстати, денег? У меня всего 7000, давайте-ка попробуем. Один раз, я думаю, стоит сыграть. Давайте сейчас попробую без всяких калькуляторов выиграть. Но мне кажется, что-то я не смогу, чувак. Не знаю, какие там будут сложные вопросы, просто давайте попробуем. 88 на 72. Че? Это очень сложно. Блин, чуваки, у меня математики уже 3 года не было. Вы шутите? Получается минус 5к? Окей. Давайте 130. Блин, чуваки, я не успел дать ответ. Я-то думал, тут тут попроще, типа просто десятки, а тут, блин, 88 на 72 это очень сложно. Че-то для меня, чуваки, к такому жизни готовилось. А мне интересно, аттракционы вообще работают? И только игры? Потому что вон там всякие штуки есть крутые-крутые, на которых бы я очень хотел полетать, попрыгать, не знаю. Но, походу, у тебя ничего из этого, увы, но не работает. Могли бы заскриптовать, чтобы они хотя бы как-то двигались. Но, увы, увы, нет. Знаете че, давайте попробуем послушать историю. Перелез просто вот тут вот перелезть, если. Вот, если мы просто сможем тупо перелезть, а если откуда-то запрыгнуть, например, с дома туда. Попробуем просто ворваться и посмотреть, че там на самом деле внутри, не платив за это полторы тысячи. Потому что полторы тысячи за обычную лекцию мне как-то жалко, я ведь бичик все-таки. Вот тут сейчас просто запаркурим и попробуем сейчас эпически прыгнуть просто. Чуваки, сейчас будет эпическое проникновение. Ну че, чуваки, готовы? Сейчас че-то будет эпическое, я вам отвечаю. Давай, разгоняемся, прыгаем. Нет, чуваки, тут невидимая стенка и пробраться туда у меня не получится. Знаете че, у меня ведь есть квадрокоптер. Давайте попробуем квадрокоптером. Чисто туда попробуем залететь, не будем слушать историю, потому что это будет читерство. Но просто я хочу проверить, способен ли сервер против такого как-то защититься. Чисто ради интереса. Так, значит, запустили мы наш квадрокоптер. Давайте взлетим немного повыше. Так. И подлетим к сцене. Не знаю, может нас этот чувак не увидит. Давайте попробуем сзади подлететь. Но походу дела нет. Он ничего не стоит, не рассказывает. Ждет зрителей. И вообще, че тут есть? Мне правда очень интересно. Посмотреть, как вообще все это обустроили. Но вот то, что сделали парни, который будет рассказывать историю. Это действительно достойно, прикольно выглядит. И на трехлетие, мне кажется, это хороший подарок. Но вот если бы вот это все еще работало, было бы намного, намного круче. Вот такие сегодня, ребята, у нас были приключения. Если вам понравился такой формат на Аризоне Роуплей, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Потому что чем больше актива будет, тем больше шанс того, что я продолжу снимать в таком стиле, таким монтажиком коротеньким. Поэтому, чуваки, давайте дерзайте. А на связи был я, Туркин Икс. Всем пока-пока. Боже мой, как же меня бесят эти вылеты. Вы только посмотрите, вот я сейчас заспалнился и никак не могу выбраться из этого бича, который, блин, кушает. Просто кушает. Ура, наконец-таки выбрался.